Уже два года мы с Максом слышим рассказы Gigabyte, а сейчас уже Aorus, о том, что они вот-вот сделают целиком комп только Aorus. Исключительно игровой, исключительно с подсветкой, что все работало в унисон и красиво. Наконец, это самое время пришло. Впервые мы услышали об этом на Computex 2016, сейчас конец 2017 года и у меня все от Aorus. Только не монитор, не процессор и не оператива. Остальное Aorus. Как это работает, давайте как раз в этом видео поговорим. Мне нравится, как все это попадает под единый стиль Aorus. Если, например, это наушники и мышка, клавиатура, то это приятно шероховатый матовый пластик, очень сильно к нему подходит вот этот шероховатый металл и все вроде бы здорово. Однако, когда запускаешь систему, сразу же наблюдаешь 7 логотипов Aorus, которые светятся. И вот вроде бы все красиво, один и тот же логотип аккуратно подсвечивается, однако ничего кроме этого вы не имеете. Нет никаких дизайнерских решений, которые переходили бы из одного продукта на другой. Допустим, какую-нибудь красивую подсвечивающуюся линию с кулера процессора, переходящую на корпус, с корпуса на заднее шасси, потом на материнскую плату, к видеокарте и так далее. В итоге имеем только светящиеся логотипы. От всего этого обилия логотипов складывается неприятное впечатление. Вот потратил ты свои кровные деньги на покупку всего этого, все вроде бы здорово, однако при пользовании тебя не покидает ощущение того, что тебе пытаются что-то срекламировать. Потому что ну вот серьезно, от этих логотипов деться вообще некуда. Вот мы сейчас попытались даже выбрать специально ракурс, чтобы немного было этих логотипов, однако все равно логотип раз, два, три и слава богу вам остальные не видно. А я все это вижу все равно, сидя прямо вот перед этим компом. И чтобы мои слова не выглядели как какой-то пустой пук в воздух, я хочу дать какую-то конструктивную критику. Орус Гигабайт. Просто сделайте узнаваемый рельеф, узнаваемый какой-то, я не знаю, рисунок, который вы сможете подсвечивать на разных девайсах и при этом всем он не будет кричать о том, что это Орус. Чтобы был узнаваем именно сам рисунок, но не логотип. Тогда пользоваться всем этим будет значительно приятнее, тогда это все будет комбинироваться на разных устройствах одновременно и пользователь с этого будет получать даже удовольствие. Кто-то может дать разумную критику и мне, сказать мол Руди, но ведь все это сделано для того, чтобы оно светилось все красиво, в одной и той же анимации, одним и тем же цветом и в унисон. И я прекрасно понимаю такой концепт, я очень жду, чтобы это было возможным, чтобы вся система красиво светилась. Но это не тот случай. Для того, чтобы объяснить вам, что я имею в виду, внимательно смотрим. Вот одна из приложений Оруса для управления подсветкой, называется RGB Fusion. Она ставится как один из драйверов материнской платы. Включаю сейчас на всякий случай, смотрите, дополнительно нажимаю на статический режим подсветки, идет прошивка, грубо говоря, ну просто указание цвета подсветки и анимации. И теперь все у меня горит одним цветом. Вот, смотрите, ничего не поменялось, потому что этот же режим и работал. Наушники, видеокарта, кулер для процессора, корпус, материнка, все светится одним цветом. Мышка, клавиатура, не светится одним цветом. Причем у клавиатуры есть несколько зон подсветки. Вот этот вот логотип и все еще и дополнительно клавиши. Идем дальше, смотрите, попробую задать какой-нибудь режим анимации. Блин, а почему нет? Зачем мне должен быть какой-то статичный цвет? Скучно же! Включаю, например, вот прямо даже не знаю, двойную вспышку. Подождем чуть-чуть. Двойная вспышка включена. Вы ее видите? А она есть. Включаю другой режим. Допустим, цикл цветов. Включен, работает. Выставлю на всякий случай самую высокую скорость, чтобы прям было очень сильно заметно этот цикл цветов. И вот может быть, конечно, из-за какой-то маленькой несовместимости, например, с моей виндой. И все падает. Видите? Но подсветка продолжается. Что я хотел сказать? Посмотрите на темп подсветки. Материнская плата светится со своим темпом. Видеокарта, как бы не казалось, но она тоже переливается цветом очень медленно со своим темпом. Корпус с кулером, они переливаются со своим темпом. Мышка не переливается. Наушники переливаются тоже со своим темпом. Клавиатура, как не светила, с никаким цветом, так не светится и сейчас. Хорошо. А можно же настроить, наверное, как-то вручную, по зонам подсветки, подумал я. И открыл то самое приложение Aorus RGB Fusion, которое время от времени у меня вылетает. Повторюсь, возможно, это, конечно, проблема чисто моего компа, то, что оно вылетает. Но с моим компом ничего такого не происходило, и винда здесь свеженькая. Перехожу в Advanced, там, где можно все это настроить. И у меня вот уже на материнской плате настроены зоны подсветки с циклической сменой цветов. Перехожу я, например, допустим, захочу настроить вот это вот. Есть туча разных режимов, все прекрасно. Допустим, выберу я себе двойную вспышку. Ставлю везде эту самую двойную вспышку и хочу то же самое сделать со своей периферией, то есть с вентилятором, мышкой, корпусом, видеокартой, наушниками. Вот для корпуса поставить. Захожу в настройки и вижу вот что. Поддерживается только три варианта анимации. Пульсирующая, статика, когда светится одним цветом и смена цветов. Вот вы понимаете всю суть вопроса? И то же самое с видеокартой, то же самое с вентилятором. Я не знаю, что это вообще за вентилятор, потому что у меня ни один вентилятор не светится. Мышка тоже все то же самое. Только три варианта анимации. Наушники уж тем более. Три варианта. Включить другие я не могу. Ну и типа зачем это все делается? Продолжение следует... Продолжение следует...